Всем привет! То, что я сейчас скажу, в принципе, ничего в этом особенного нет, но может показаться жестким, тем не менее. Это про тех людей, которые у меня обучались танцам, и многие из них, знаете, как себя ведут? То есть, пока им нужны были мои уроки, они были вежливы, вежливо писали, все, вели себя очень аккуратно. Как только задача была выполнена или по каким-то причинам они слетели, они даже не отвечают на мои письма. Ну, например, я делаю какое-то мероприятие, я им пишу, причем я не занимаюсь массовой рассылкой, я всем пишу индивидуализированные письма, а многим я высылаю личные аудиосообщения, совершенно другое отношение к человеку. Короче говоря, я им пишу, например, информацию о своем мероприятии, у меня будет кинопоказ. Знаете, что они делают? Они просто молчат. И другой пример. Значит, ну, пришли, значит, люди, сначала хотели одно, мы это одно поставили, мы закончили, потом они мне говорят, что они хотят другое, я говорю, окей, уточняйте задачу. И они перестают отвечать, а дальше я как ответственный человек спрашиваю, ну что, вы определились с музыкой, с задачей, у вас же мало сроков осталось. И они молчат. То есть я считаю, что это просто, ну, это возмутительно, потому что это проявление неуважения. И причем такая вроде бы мелочь, видите, как в этой мелочи проявляется вообще личность человека. Если человек не способен уважать элементарно того, у кого он обучался, сами понимаете, ну, как он в принципе относится к людям. Если человек не уважает другого человека, это значит, что он не уважает себя. Я думаю, что эти мои экс-ученики, они смотрят это видео, скорее всего, даже если не смотрят, мне все равно. И еще такой интересный пример. Вы думаете, что я не вижу, как вы делаете вид, что вы меня не замечаете. Это такой детский сад, господа. Слушайте, вам, те, кто не замечали, вам 50 плюс, а вы ведете себя, как в детском саду. В общем, это очень смешно. Но мне захотелось об этом сказать. Знаете, я считаю, что уже молчать просто невозможно. Вроде бы мелочь, но, понимаете, она показывает вас. Она реально вас показывает. И теперь пару слов я скажу о себе. Тот факт, что я у кого-то сейчас не обучаюсь, он не позволяет мне не здороваться с моими педагогами. Вы понимаете? Где-то лет 5 назад я занималась танцами народными. Ну, соответственно, я уже 5 лет, да, этим не занимаюсь. Но поскольку недавно у меня заказали танец, который мне ставила одна дама, я заработала деньги, так я отправила ей донат в знак благодарности за ее труды. Понимаете? А вы почему-то себе позволяете, ну, какие-то вот такие телодвижения, и вы считаете, что это нормально. Я полагаю, что точно так же вы себя ведете со своими нынешними педагогами и будете вести так со своими будущими педагогами. Ну что ж, это ваш выбор. Я так не делаю. В общем, как-то так. Хорошего дня!